Валя быстро набирала на телефоне номер полиции. «Я ему покажу. Это же надо. Из собственной квартиры выгоняют». И подруга прямо удружила. «Помогла я ей. И что? Что теперь делать?» Тихо ругалась женщина, стоя на лестничной площадке. «Ну ничего. Сейчас приедут, разберутся с ним. Пусть Нинка на меня потом обижается, сколько хочет. Сама меня подставила. Это не она, а я должна обижаться». Уютная однокомнатная квартира досталась ей от бабушки. Сама Валя жила с мужем и десятилетней дочерью в другой квартире. А бабушкину решили сдавать. Сделали небольшой ремонт. Кое-какую технику бытовую подкупили новую. Телевизор, микроволновку, стиральную машину. С жильцами всегда везло. Однажды мужчина долго жил. Приехал из другого города на заработки, программист. Копил на свое жилье. Потом съехал, ипотеку взял. Платил аккуратно в срок. Претензий к нему не было. Потом две студентки жили. Девочки хорошие. В медицинском институте учились. Всегда чистота, порядок и платежи тоже не задерживали. Окончили они институт и съехали. Стояла квартира пустая какое-то время. А потом позвонила подруга Вали Нина. Дружили они с ней с самой школы. Валюша у нее свидетельницей на свадьбе была. А потом вскоре после замужества Нина переехала в соседний город. Но общение подруги не прекращали. Переписывались и изредка перезванивались. С праздниками друг друга поздравляли. Нина знала, что Валя квартиру бабушкину сдает. И сообщила, что у нее сын старший. 22 лет. Ищет жилье в том районе. А у Вали как раз жильцы съехали. Так и договорились. Валюша обрадовалась, что не чужой человек жить будет свой. Стало быть, ей опять повезло. Евгений приехал на следующий день. Встретила его Валя около метро. До квартиры шли вместе, разговаривали. Валюша начала было спрашивать про Нину. Старые времена вспоминать. Но парень держался недружелюбно. Отвечал односложно. А потом, когда поднялись, и Валя стала квартиру ему показывать, она уже даже пожалела, что с ним связалась. У него был такой вид, будто он делает огромное одолжение, что собирается жить в этом доме. С лица его не сходило выражение вселенской тоски. Однако разговаривал он вежливо. И придраться вроде было бы не к чему. Но ощущения от общения с парнем были неприятные. Оплатил он первый месяц за проживание. Отдала ему Валя комплект ключей. Да на том и расстались. Потом Вале понадобилось срочно уехать с командировка. Потом еще одна. И так получилось, что пришлось заменять сотрудника. И вот, приехав через два месяца, женщина стала звонить квартиранту. Трубку он не взял. Валя пожала плечами и стала звонить подруге. Тоже тишина. «Да где они там все?» – забеспокоилась женщина. Она была недовольна. Евгений заплатил только за один месяц. Тогда еще сразу. А потом договорились, что он валит деньги на карту, будет переводить. И вот ни разу не перевел до сих пор. А уже даже второй раз должен был. Валюша закрутилась с работой. Некогда было. Да и потом подумала, мол, ладно, свои же. Неудобно как-то торопить и названивать. Хотя неприятно. Чужие люди, прошлые квартиранты, и то относились к ней лучше. Снова абонент не отвечает. Растерянно проговорила Валя, положив телефон на стол. И Нинка тоже не берет трубку. Куда они пропали-то? Подумала она, подумала, взяла свой комплект ключей и отправилась по адресу. Приехала. По пути тоже еще несколько раз звонила. Да все без толку. У подъезда соседка встретилась. На одном этаже. У нее квартира с бабушкой нарядом. Дружила она тогда давно с бабулей. Помогала. За хлебом бегала и убиралась у нее. Уже когда-то совсем старенькая стала. Всегда здоровались с ней. Улыбались, разговаривали. А тут налетела она на Валюшу с претензиями. Так, мол, и так. Жильцы твои покою не дают. Шумят, мусорят. Притон настоящий. Ты кого там поселила? Валя поднялась на этаж, стала звонить. Никто не открывает. А из-за двери музыка слышится. И как будто песню кто поет. Достала женщина ключи и открыла. Вошла. В квартире царил бардак. Все разбросано. Повсюду мусор. Бутылки валяются. Запах ужасный. Из кухни выглядывает Евгений. Весь помятый, лохматый. Чего приперлась, дура старая? Кричит. Дескать, иди отсюда. Да как замахнется на Валю? Та бегом выскочила из квартиры и набрала номер полиции. Соседка тоже тут рядышком пристроилась. И стали они полицию вместе ждать. Наряд приехал быстро. Показала им Валя документы на квартиру свою. Благо с собой взяла на всякий случай. Объяснила ситуацию. Открыли они дверь и вошли. Сидел Евгений на том же месте на кухне на табурете. Сидит и песню горланит. На столе бутылки. Под столом тоже. На подоконнике селедка без головы лежит. И банка с огурцами стоит открытая. В раковине и на плите повсюду горе грязной посуды с присохшей едой. А запах отвратительный. У Валюши аж слезы навернулись. Такая квартирка была до него. Как игрушка. А теперь ремонт придется делать. Расстроенно подумала она. Даже обои местами были ободраны и чем-то заляпаны. В комнате на полу прямо посреди красовалось черное пятно на паркете. Как будто жгли чего-то. А бабуля соседка вспомнила, что однажды чуть пожарных не пришлось вызывать. Запах дыма был сильный. И на балконе как-то на мангале шашлыки жарили. Соседи сверху увидели, ругаться стали. Сидят, ничего не подозревают. А к ним дым прет. Да, растерянно вспомнила Валя. Там мангал был на балконе. Разобранный, сложенный в коробке лежал. Евгений обвел всех стеклянным взглядом. Валюшу, соседку, полицию и заплетающимся языком изрек. Прошу к столу. Как говорится, чем богаты? Садитесь, ребята. Это ты сейчас у нас сядешь? Грозно заявил полицейский. Что вы делаете в квартире гражданки Ершовой? Отчего хозяйку домой не пускали? Почему на вас соседи жалуются? Стал задавать вопросы полицейский. Вы не имеете права, между прочим. Я здесь живу. Это она, сучка, приперлась сбоку припеку. Она, никто. Иди отсюда, проваливай. Все проваливайте. Евгений резко вскочил и начал грозно надвигаться на вошедших. При этом табурет, на котором он сидел, шумно упал на пол, задев гору стоявшей там пустой стеклянной тары. Послышался звон разбитого стекла. Валя и соседка в панике бросились в коридор. А полицейские быстро скрутили парня, и через минуту в квартире было пусто. Только громкие голоса с лестничной площадки напоминали о недавнем присутствии Евгения. Он кричал, пинался ногами, так как руки его были крепко сцеплены наручниками, и угрожал полицейским. Те, в свою очередь, обещали ему статью за хулиганство и нападение на сотрудников полиции при исполнении. Валя села на грязный диван, на котором валялось какое-то тряпье, и заплакала. «Ну, я пойду», — сказала соседка. И вышла из квартиры, тихонько прикрыв за собой дверь. Тут раздался звонок телефона. Звонила подруга. «Что, мол, случилось?» Она телефон дома забыла, а тут семь пропущенных. Вот Валя ей и высказала все про ее сына, про то, что в полицию обратилась. И чем все это закончилось? Нина, как начала кричать, стала обвинять Валю, что та аферистка. Деньги мальчик платил исправно, а она его в полицию сдала. «За что? Да как так можно? Какой стыд! Сама бессовестная, бесстыдная. Я на тебя в суд подам. Ишь, мошенница, аферистка, им налоговую пожалуюсь. Ты же договора не заключала? Попрыгаешь у меня. А еще подруга называется. Моего сыночка в полицию упекла». Так и осталась Валя и без денег, и без подруги. «Хотя какая она мне теперь подруга после этого?» Грустно думала женщина. «Решили с мужем той квартиры ремонт делать. А то, как теперь новых жильцов искать в такой свинарник? А может, и не будем искать больше? Вот и делай людям добро». Сделала подруге добро, а сколько получила в ответ зла. Валя с Ниной теперь больше не дружат и созванивает.